До конца 2011 года все ветераны Великой Отечественной, согласно указу президента страны, должны быть обеспечены жильем. Вот только признать всех фронтовиков, нуждающимся в улучшении условий проживания, не позволяет буква федерального закона. Не все пожилые люди согласны мириться с тем, что квартира им по той или иной причине не положена. Из Среднеоктубинского района материал Елены Мурмеловой. Свой дом в Краснослободске ветеран войны Василий Николаевич Чугунов построил больше 50 лет назад. Здесь жил с семьей, здесь же появились на свет двое детей. Когда президент страны распорядился обеспечить всех нуждающихся в жилье фронтовиков, Василий Чугунов решил, что и он сможет теперь поменять свой старенький дом на благоустроенную квартиру. Однако попасть в очередь он не смог. Как пояснили чиновники, занимаемая ветераном жилая площадь соответствует всем нормативам. К сожалению, он не попадает, согласно законодательству, по нормам, ни жилищным, ни по межведомственной комиссии. Потому что на право собственности ему принадлежит домомладение, где он зарегистрирован один, по адресу улиц Кшивов, дом 7, общая площадь 51,6 квадратных метров. С тем, что он не попадает в список нуждающихся, Василий Николаевич категорически не согласен. И настаивает, что его дом непригоден для проживания. По словам ветерана, у него отсутствует отопление. До свидетельствовать это, а также обследовать в целом состояние жилья, к Чугунову приехала специальная комиссия. В нее вошли представители областной администрации, регионального совета ветеранов и коммунальщики. В составленных по итогам инспекции протоколах отмечено температура в помещениях плюс 10. При этом система отопления в доме есть. Правда, на момент приезда специалистов она не работала. В настоящее время, на момент проведения обследования, печное отопление не включено таким образом. И электрокотел тоже не включен. О работоспособности внутридомовой системы отопления можно говорить только при работающих отопительных приборах и именно того оборудования, которое используется для отопления этих помещений. Вердикт комиссии остался прежним. Василий Николаевич не признан нуждающимся в улучшении жилищных условий. Сейчас рассмотрением дела ветерана Чугунова занимаются специалисты областного комитета ЖКХ. По их словам, если основания для постановки фронтовика на очередь будут найдены, начнется оформление соответствующего иск и в суд.